Дорогие друзья, всем привет! С вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко. Обсуждаем судьбу американского доллара и европейской валюты на новую семидневку. Итак, давайте разберемся с итогами недели минувшей. Здесь у нас все достаточно разнонаправленно. Американский доллар по отношению к российскому рублю вырос, а вот европейская валюта, напротив, свои позиции ослабила. Корень проблемы заключается в двух заседаниях Центробанков, которые состоялись на этой неделе, ФРС в среду и ЕЦБ в четверг. Федеральная резервная система США, назовем это, условно говоря, аналог Банка России, выполняющий функции Центробанков в США Орган, повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, что, соответственно, сделало доллар более привлекательной валютой для инвесторов и, кроме того, пообещала еще два повышения ставки в этом году. Такая политика Федрезерва является позитивной для американского доллара, причем как в краткосрочном периоде, так и в периоде долгосрочном. Доллар у нас вырос на всем мировом рынке. 14 июня особенно было резкое движение наверх именно в результате действия Федеральной резервной системы США. Американская экономика в результате повышения ставки ФРС начинает предлагать инвесторам более высокую доходность и в результате инвестиционные потоки постепенно разворачиваются обратно в сторону Соединенных Штатов Америки, уходят из развивающихся стран. Вот именно этот процесс мы и наблюдаем. Именно этим и был обусловлен рост пары доллар-рубль на минувшей неделе. С евро ситуация абсолютно обратная. На следующий день после ФРС у нас заседал Европейский Центральный Банк и он мало того, что не стал повышать процентную ставку, так еще и заявил, что в течение года ставка останется на минимальном нулевом уровне. Такое заявление для европейской валюты абсолютно негативно и в результате мы увидели мощные распродажи евро опять же на всем мировом рынке. В принципе это очень хорошо прослеживается все, если посмотреть на график пары евро-американский доллар, а рублевые пары здесь уже являются просто производными. Поэтому доллар подрос, евро ослабло к рублю. Вот так вот все здесь у нас просто. Какие еще факторы влияли на рубль на минувшей неделе? Она действительно была очень насыщена важными новостями. В пятницу буквально третий подряд Центральный Банк, который у нас заседал, встречался. Это Банк России. Здесь у нас, как и ожидалось, процентная ставка не была в этот раз понижена. Осталось на уровне 7,25 базисных пунктов. Так что не ожидайте скорого пересмотра ставок по кредитам. Но что для нас здесь важно? Банк России отметил, что новые реформы, которые правительство России на новой неделе представило, это повышение пенсионного возраста и повышение налога на добавленную стоимость, могут негативно отразиться на динамике инфляции. И вот именно поэтому Центральный Банк пока выбирает такую выжидательную позицию и предпочитает процентную ставку не менять. Это, конечно, с одной стороны, хорошо с точки зрения того, что доходность по российским активам остается достаточно высокой. Чем выше ставка, тем, соответственно, выше предлагаемая доходность по стране. Но, с другой стороны, для российской экономики эта новость не очень хорошая, потому что у нас ставка и так высокая. И, соответственно, стоимость заемных денег дорогой. И это не позволяет экономике развиваться при помощи кредитных стимулов так быстро, как она теоретически могла бы развиваться. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всей этой истории, о новых структурных якобы реформах, которых мы так ждали. Повышение пенсионного возраста новости уже давно обсуждавшиеся, но, тем не менее, оно достаточно резкое. В принципе, правительство выбрало один из самых жестких вариантов, который, в принципе, был здесь возможен. Ну и повышение НДС сразу на 2%. Это тоже мера достаточно кардинальная. Уже очень многие аналитики заговорили о том, что цены на все товары и услуги в России, безусловно, вырастут в результате этой меры. И вот уже даже буквально на следующий день на рынке недвижимости заговорили о том, что цены на жилье также могут резко подняться в ближайшее время именно из-за повышения НДС. Пишите, что вы думаете об этом. Высокая ставка Банка России, хороший фактор для рубля, который, в принципе, его поддерживает. Но вот здесь как раз-таки есть подвох, который заключается в том, что повышение НДС, повышение пенсионного возраста, другие реформы, которые увеличивают нагрузку на население и бизнес, могут разогнать инфляцию достаточно заметным образом и в результате понизить реальную процентную ставку, что, соответственно, на рубль может влиять достаточно негативным образом. В общем и целом аналитики на этой неделе отмечают достаточно тревожные сигналы. Минфин проводил размещение облигаций федерального займа, пытался привлечь дополнительные деньги, но не смог разместить запланированный уровень. И, в общем и целом, рынок УФЗ сейчас выглядит достаточно плачевно. Видно, что инвесторы в российскую экономику вкладываться не хотят. И, кстати, даже уровень нерезидентов, которые держат УФЗ, значительно сократился за последние несколько недель. Ну вот, достаточно, я думаю, будет вам услышать такую цифру. Отток капитала из Российской Федерации за весь май 2018 года составил 10,6 миллиардов долларов, а за первую неделю июня составил 60 миллиардов долларов. Вот такая вот достаточно тревожная статистика, которой я рекомендую присмотреться всем, кто пишет в комментариях к нашим видео, что американский доллар никому не нужен, а вот российский рубль – это царь и бог. Мы понимаем, что действительно в связи с напряженной внешней обстановкой, в связи со сменой политики Федрезерва, инвесторы предпочитают выводить деньги из российских активов, активно продают российские акции и облигации, покупают, соответственно, доллары на эти деньги и выводят их за пределы Российской Федерации, покупают либо бумаги каких-то других развивающихся стран, либо обратно репатриируют в США. Вот примерно такая схема у нас работает. Ну и последний момент из фундаментальных факторов, которые нам с вами нужно обсудить – это рынок нефти. Здесь двигается у нас такая история, приближается заседание ФРС 22 июня, и на этой неделе Новак, министр энергетики наш и представители Саудовской Аравии довольно активно обсуждали постепенное сворачивание сделки ОПЕК. Была озвучена цифра новая, которая раньше у нас не фигурировала в новостях – 300 тысяч баррелей в сутки. Именно на эту сумму может быть нарощена квота по добыче нефти. В принципе, это немного меньше, чем изначально нам сообщали, но важно то, что, по крайней мере, идут эти переговоры, называются конкретные цифры. И вполне возможно, что заседание ОПЕК 22 июня тоже нам какие-то любопытные и, может быть, не очень приятные для цен на нефть российского рубля сюрпризы преподнесет. На графике мы сейчас всех активов посмотрим, поговорим о рубле и о нефти, конечно, тоже. Друзья, кстати говоря, хочу вам напомнить, что у нас на сайте InvestFuture есть подборки самых актуальных новостей по всем категориям, в том числе и по валютному рынку и также подборки аналитических материалов, которые мы собираем со всех крупнейших инвестдомов. Лучшие аналитики России – вот это все вы можете почитать у нас в разделе «Аналитика». Если вы выбираете брокера, то также напоминаю, что у нас есть рейтинг брокерских компаний, который может помочь вам определиться с выбором. Пара американский доллар, российский рубль на минувшей неделе, если мы с вами откроем недельный график, то увидим, что сформировала мощную зеленую свечу и выходит из треугольника, который мы обсуждали в нашем предыдущем обзоре. На мой взгляд, такая динамика является предпосылкой для того, чтобы пара поднялась в район отметки 67-68 в ближайшие несколько месяцев, по крайней мере, по классике логики технического анализа, это именно такой сигнал. Если мы с вами спустимся на дневной график пары доллар-рубль, то увидим, что у нас здесь нарисовалась в четверг так называемая модель «Доже» с «Трикоза», которая напоминает нам также о том, что рынок пытается развернуться наверх. И также мы оттолкнулись от 50-дневной скользящей средней наверх. То есть в целом, где действительно все говорит нам о том, что американский доллар медленно, но верно меняет свое направление в сторону роста. По крайней мере, об этом нам рассказывает технический анализ. По евро ситуация абсолютно иная. Смотрите, недельный график, маленькая свеча, такое скромное красное тело. И пока у нас здесь нет никаких сигналов того, что пара евро-рубль переходит в входящий тренд. Вполне возможно, что ситуация переменится через какое-то время. Но в целом мы здесь пока тестируем область поддержки, которая раньше выступала у нас на недельном графике в роли сопротивления. И пока здесь у нас больше вопросов, чем ответов по европейской валюте. Предполагаю, что нам еще будет куда-то немножечко подснижаться в ближайшие несколько недель. ЕЦБ действительно серьезно изменила ожидания рынка относительно курса евро. И на график нефти мы с вами давайте посмотрим. Недельный график. Мы остаемся пока... Ой, остаемся в... Сейчас немножечко подвину его, чтобы вам было лучше видно. Остаемся в восходящем канале. Мы сформировали и сформировали вот такую большую красную свечу на минувшей неделе. Снижаемся к отметке 72 по нефти марки Брэн. И вот здесь будет самый ключевой вопрос. Станемся мы выше этого уровня, продолжим торговать в восходящем канале? Или же его пробьем и развернемся вниз? Так что будем внимательно наблюдать. Я думаю, что ответ на этот вопрос будет зарыт именно на встрече ОПЕ, которая состоится, я напомню, 22 июня. Ну что ж, друзья, вот такая насыщенная неделя у нас с вами получилась на валютном рынке. Я надеюсь, что наш обзор был для вас полезен. Пожалуйста, пишите в комментариях ваше мнение, ваши прогнозы, ваши вопросы, если они возникают. И, конечно, не забывайте подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить наши следующие полезные видео. Обратите внимание, если вы подписались на канал, а на колокольчик не нажали, то не факт, что наши видео будут показываться в вашей ленте. Поэтому колокольчик – это святое, друзья. Команда InvestFuture с вами была. Меня зовут Кира Юхтенко. И до новых встреч в наших следующих роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok